Здравствуйте! В прямом эфире информационная программа ОМТ-СТК «Парад» В студии Анна Шолгина, в сурдопереводе Рахат Жахопова. Коротко о главных событиях уходящего дня. В Южно-Казахстанской области реорганизуют четыре управления. Народные избранники на очередной сессии предложили новые пути развития региона. Здесь будет город-сад. В Сарагашском районе увеличивается площадь интенсивных садов. Процветаем мой край родной. Грандиозной программой туркестанцы отпраздновали День города. Казахстан – крупнейший производитель зерна в Центральной Азии. Намолотил в 2017 году 21 млн 952 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. В 2016 году Центральная Азиатская страна намолотила 21,5 млн тонн зерна. По данным ведомства, использование элитных семян в Казахстане в 2017 году выросло на 40%, а низкокачественных сократилось в 1,7 раз. В результате в этом году доля зерна третьего класса выросла до 65%, с 44% в прошлом году, с кликовиной 25% и выше 34%. В прошлом году это значение составляло 8%. Кайрат Айтуганов на заседании правительства сказал, что окончательные статистические данные по растеневодству станут известны в конце года. Казахстан прогнозирует в 2017-2018 маркетинговом году рост экспорта зерна до не менее 9 млн тонн, с 8 млн 300 тыс. тонн в прошедшем сезоне. В Южно-Казахстанской области в целях систематизации схемы управления реорганизуют 4 управления. Об этом сегодня было объявлено на внеочередной 15-й сессии Южно-Казахстанского областного маслехата 6-го созыва. В работе сессии приняли участие представители областного акимата, председатель окружной избирательной комиссии, акимы городов и районов, а также руководители правоохранительных органов, областных управлений, территориальных департаментов и средств массовой информации. На повестке дня было рассмотрено 13 вопросов, в том числе о внесении изменений и дополнений в областной бюджет на 2017-2019 годы, изменения границ города Шардара и сельского округа Кауспека-Труспекова. Внесены предложения о наименовании и переименовании государственных юридических лиц, расположенных в области, а также рассмотрены меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность. Сегодня было принято решение о том, чтобы увеличить бюджет Турькубасского района. Необходимо до 1 миллиарда 250 миллионов тенге. Увеличить субсидирование племенного поголовья скота. Наряду с этим в целях предотвращения насилия в семье создадут управление по делам семьи, детей и молодежи, а также будет создано управление культуры и развития языков, которое будет курировать вопросы развития государственного языка, развития культуры и языков и этноса, проживающих в области. Аким области Жанцы Пемябаев, который принял участие в заседании, отметил, что вновь созданные управления улучшат систему управления и внесут свой вклад в социально-экономическое развитие региона. Основным источником дохода в регионе является сельское хозяйство, животноводство, промышленность, строительство и туризм. Нам необходимо развивать сферу туризма. Поэтому мы проводим реорганизацию и создаем управление туризма и внешних связей, отделив от управления предпринимательства. В целом, во многих государствах туризм приносит хороший доход в экономику. В одной лишь только Турецкой Республике доход от туризма ежегодно составляет 40 миллиардов долларов США. Мы должны совместно развивать сферу туризма. В целях обеспечения устойчивого развития туризма и увеличения объема иностранных инвестиций в регион будет создано управление туризма и внешних связей. Кроме того, с целью реализации инициатив главы государства, направленных на цифровизацию экономики, социально-экономическое развитие и повышение качества государственных услуг, будет создано управление информатизацией оказания государственных услуг и архива. Ахмарал Кубжасарова, Ербал Махашев, Хунгтус Тугахпарат. Аким Южно-Казахстанской области Жанси Тюмебаев побывал с рабочей поездкой в Сарагашском районе. В первую очередь глава региона посетил товарищество с ограниченной ответственностью Антамах Бесарас в сельском округе Жимиста, где осмотрел интенсивные сады хозяйства. Товарищество, созданное в 2009 году, занимается выращиванием интенсивных садов с 2015 года. В настоящее время на 36 гектарах земли, находящихся в распоряжении хозяйства, методом капельного орошения посажены яблоневые сады. В Туэнтамах Бесарас растут десятки сортов яблок, такие как Жерсымак, Жанжир Голд, Вильям Спрайт, Галла Голден Делишес, в товариществе которой год производит продукцию на сумму 80 миллионов тенге, постоянной работой обеспечено 30 человек. Акимобласти поручил главе района и председателю хозяйства эффективно использовать все льготы, представленные со стороны государства. Природно-климатические условия Сарагашского района благоприятны для выращивания саженцев, овощей и фруктов. Поэтому поручаю руководству данного товарищества эффективно использовать различные кредитные льготы и субсидии, предоставляемые со стороны государства. Для этого необходимо своевременно собрать необходимые документы. Поручаю в ближайшее время активизировать работу по акклиматизации саженцев, выращенных в этом питомнике в районах с соответствующим климатом и почвой. Затем Акимобласти посетил склад для хранения сельскохозяйственной продукции и цех по консервированию овощной продукции ТО «База-сервис», расположенный на территории 2,5 гектара. Общая стоимость склада составила 1,2 млрд тенге. Из них 900 млн тенге – это собственные средства товарищества, а 300 млн – предоставленных кредит. Вместимость склада составляет 10 тысяч тонн. Цех по консервированию овощной продукции способен ежемесячно производить порядка 60 тысяч банок. В товариществе постоянной работы обеспечено 20 человек. Затем глава региона посетил аллею «Мать и дитя», построенную за счет районного бюджета на сумму 35 млн тенге. Основная цель аллеи заключается в пропаганде семейных ценностей, уважении к матери и развитии национальных обычаев и традиций. Строительные работы аллеи проводило государственное коммунальное предприятие «Сарагаш-Казалых». На новом объекте Аким области встретился с жителями Сарагашского района. Сельчане рассказали о проводимой работе в районе и высказали свое мнение. Динар Мусаева и Эрбол Махашев. Он тусты как парад. В этом году поэт, общественный деятель, народный писатель Казахстана Мухтар Шаханов празднует свой 75-летний юбилей. В этой связи Аким Южно-Казахстанской области Жанси Тюмибаев провел личную встречу с Акыном, отметив его вклад в казахскую литературу, выразил поздравления. Мухтар Шаханов – выдающийся казахский поэт, произведения которого переведены на многие языки мира, известный общественный деятель. Он один из тех, кто стоял у истоков казахстанской демократии, выступая против тоталитарного режима. Несмотря на угрозу личной жизни, Мухтар Шаханов встал на защиту казахской молодежи, и это было равно подвигу. Вся его жизнь – это борьба, прежде всего за родной язык, за культуру казахского народа. «Мы должны знать свои корни, историю своей нации», – не устает повторять Мухтар Шаханов. Фактов, говорящих о его богатой плодотворной деятельности, более чем достаточно. Писатель посетил более 70 стран, является почетным гражданином 25 зарубежных государств, более чем 40 городов и районов Казахстана. В числе знаменитых его творений, которые несут в себе духовно-нравственные ценности, восхождение на Эверест, Жален, Отрарский достан о побежденном победителе, или ошибки Чингисхана, царство доверия, а также заблуждение цивилизации. Кроме того, сегодня в областном Казахском академическом театре драмы имени Жумата Шанина в поддержку программной статьи главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» прошел творческий вечер в честь 75-летия Мухтара Шаханова. В фойе театра благодаря выставке каждый мог познакомиться с жизнью и деятельностью гордости казахского народа. А мы продолжаем выпуск, и далее вы узнаете. У нее за плечами широкая география гастролей. Танцевальный коллектив «Айгулек» отметил 70-летие. Почем опиум для народа? В Шымкенте полицейские накрыли очередной наркопритон. Арт-терапию в массы. В Шымкенте открылась выставка лечебных картин. Вот уже пять лет, как при областной библиотеке имени Пушкина работает Центр национальных литератур. Здесь представлены книги на языках народов, живущих в Южном Казахстане. На стендах Центра разместились художественная и научная литературы, учебные и методические пособия. Накануне коллекция пополнилась большой партией уникальных книг, которые привезла консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы. Самым большим в Центре национальных литератур является отдел книг на русском языке. Большую роль в формировании книжного фонда сыграло пятилетнее сотрудничество между библиотекой имени Пушкина и Генеральным консульством Российской Федерации в Алматы. Передача книг этой осенью совпала с важной датой. 19 октября особый день для всех тех, кто почитает творчество Пушкина, потому что 19 октября вошло в историю России как день лицея, день основания лицея. И мне представляется, что очень символично, что именно сегодня мы передаем новую коллекцию книг в областную библиотеку имени Александра Сергеевича Пушкина. Среди привезенных книг можно отметить художественные альбомы и издательства «Белый город», рассказывающие о жизни и творчестве зарубежных и российских художников. Помимо художественной литературы, библиотека получила запрашиваемые ранее справочные издания и пособия. Ирина Владимировна Переверзева, частый гость в нашем городе. Два раза в год приезжает именно в нашу библиотеку. И два раза в год в июне месяце, когда проходит фестиваль русской песни, и в октябре месяце, когда проходит романтиада, она привозит в нашу библиотеку книги. Книги всегда разные, книги всегда новые, в очень хорошем формате, с хорошей бумагой. По признанию работников библиотеки, книги на русском языке пользуются большим спросом, при том не только учениками и студентами, но и самими учителями, поскольку некоторые экземпляры больше нигде в нашем городе не найти. Кулинара Шагдарова, Абай Хуралбаев, Ербол Махашев, Вон Тустугах Парад. 70 лет со дня основания отметил детский хореографический ансамбль «Айгулек». Он был основан в 1946 году и является одним из старейших творческих коллективов нашей страны. За это время «Айгулек» принимал участие во всех культурно-массовых мероприятиях городского, областного, республиканского и международного значения. В период с 2000 по 2016 годы коллектив выступал на азиатских и европейских фестивалях, где становился обладателем гран-при, кубков, а также лауреатами и дипломантами различных премий. С юбилеем любимый ансамбль поздравила и наша съемочная группа. 70 лет на сцене. Позади несколько поколений учеников, которые однажды, придя в Айгулек, посвятили свою жизнь танцам. Сегодня ансамбль объединяет около 200 юных талантов в возрасте от 4 до 17 лет. На протяжении многих десятилетий «Айгулек» был чуть ли не единственным хореографическим коллективом, попасть в который мечтала половина городских школьников. «Я сюда пришла 4 года назад. Мне очень нравится танцевать в Айгулеке. Я с детства наблюдала за их творчеством и мечтала попасть сюда. Мы изучили много танцев, с которыми выступаем везде». Примечательно, что за 7 десятилетий у ансамбля было только два руководителя. 30 лет Айгулек вела по жизни выпускница Краковского хореографического училища Анна Цандыкова, создавшая при городском доме школьников танцевальный кружок в первый же послевоенный год. 40 лет на посту художественного руководителя Райхан Каланова. «Сердце просто стучало, радовалось, ликовало от того, что вот как вот мама, допустим, долго не видит своих детей, и вот она увидела всех детей вместе, да. Это такое счастье было вчера. Они повзрослели, они стали кем-то, они что-то из себя значат. Они ведь и все красивые, и все родные. Вот, это здорово, что на самом деле наш коллектив, это не просто коллектив, это наша семья, семья под названием Айгулек». За 70-летие ансамбль десятки раз производил фурор на отечественных и зарубежных сценах, становясь победителем самых престижных международных конкурсов. Для детского коллектива это солидный срок, наполненный упорными репетициями, новыми постановками, зарубежными поездками и победами на международных конкурсах. Поздравить коллектив 70-летием пришли сотни горожан и местные власти. «Это мероприятие проходит в рамках статьи главы государства «Взгляд в будущее». Модернизация духовного согласия. Мы должны развивать наше новое поколение, привлекать их в спорт и культуру. Детей, склонных к искусству, мы должны стимулировать, помогать и развиваться». Сегодня народный детский ансамбль гармонично сочетает танцы многих народов мира. Особняком в репертуаре стоят казахские национальные танцы, отличающиеся яркими костюмами, хореографией, рисунком и режиссурой композиции. Они позволяют сполна передать национальный колорит и завоевать симпатии публике, независимо от того, что на сцене какой страны выступает Айгулек. Ахмарал Кубжасарова, Хербул Махаша, ФУМ, Достуках Парад. При обыске в доме подозреваемого полицейские изъяли 4 шприца и 1 пластиковую емкость с содержимым наркотического вещества. Согласно судебно-криминалистической экспертизе, изъятое жидкое вещество является экстракционным опием весом около 0,06 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 302 и по 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан подозреваемый арестован и водворен в изолятор в республике. Временного содержания ведется досудебное расследование. Полицейские Альфа-Арабийского отдела полиции задержали жителя Алматы, подозреваемого о разбойном нападении на банк в городе Шымкент. Напомню, 13 октября 2017 года в Альфа-Арабийский отдел полиции поступило сообщение о нападении на один из банков, расположенных в городе Шымкент. Прибывшие на место преступления полицейские установили со слов сотрудников банка, что в помещение вошел неизвестный в маске и бросил на пол предмет, похожий на взрыв пакет. После задымления, угрожая топором, потребовал выдать деньги. В качестве вещественных доказательств изъяты похищенные деньги. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. В сентябре текущего года управлением внутренних дел города Туркестан с заявлением обратился 23-летний местный житель о том, что неизвестные лица проникли в мечеть и похитили оттуда бытовую технику. В ходе оперативно-рестных мероприятий полицейские управления внутренних дел города Туркестан задержали по горячим следам жителя Сарагашского района. 1981 года рождения ранее судимого. В качестве вещественных доказательств изъята часть краденных вещей. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кража. Подозреваемый арестован. Багман Байзахов. Нуржигат Папиев. Вомцы, так как парад. Знаменитая и полюбившаяся шемкенским модницам меховая ярмарка ждет своих обладателей в торговом доме Баян-Сулу. Пятигорские производители представили огромный обновленный ассортимент шуб, жилеток и мантов. Выставки продажи представлены как классические модели, так и эксклюзивные. К тому же каждого клиента ждут хорошие скидки, делится моя коллега Акмаралков-Жасарова. Пятигорские меха славятся безупречным исполнением и использованием только качественных материалов. На третьем этаже торгового дома Баян-Сулу прекрасных дам ждет разнообразие выбора меховых изделий, которые успели завоевать авторитет на рынке. Основной диапазон цен на шубы в магазине «Эталон меха» от 450 до 730 тысяч тенге. А благодаря уникальным лекалам сшитая шуба идеально садится на любой тип фигуры, делится администратор магазина. В нашем магазине вы можете приобрести шубы из североамериканской, из скандинавской норки, российского и австралийского мутона, а также куртки с отделкой из натурального меха и жилетки. Все шубы произведены на российской фабрике «Эталон» в городе Пятигорск. В этом месяце мы обновили более 90% товаров в нашем магазине, поэтому приглашаем всех за новыми шубами. Любой понравившийся товар вы можете приобрести за наличные, за беспроцентную рассрочку сроком на полгода, а также в кредит сроком на 12 месяцев. Также в нашем магазине предоставляется услуга резерва товара. Жительница Шымкента Гульнаржу Магалихаза, увидев меховую прелесть, тут же решила приобрести шубку по душе. Помогли ей в этом непростом выборе продавцы-консультанты, которые смогут найти шубы из качественного меха на любой вкус и кошелек. В торговом доме Баянслу я нашла то, что хотела. Здесь мне понравилась эта шуба. Я решила приобрести ее. Я очень рада, что смогла найти подходящий фасон и цвет шубы. Перед покупкой меня проконсультировали. Как выбрать шубу и в дальнейшем за ней ухаживать? Спасибо обслуживающему персоналу. Комфортно, красиво и качественно. Хорошее настроение модницам Шымкента гарантировано. Не упустите уникальную возможность стать обладательницей новой модной и теплой шубки. Если хотите купить добротную вещь или сделать приятный подарок, то вам сюда. Тамерламское шоссе, торговый дом Баянслу, третий этаж. Ахмарал Кубжасарова, Абая Куралбаев. Ум, тыс, ты как парад. Целитель или художник. В областном музее изобразительного искусства проходит выставка картин известного художника Бахтебека Толкомбаева. Его полотна носят определенное название – арт-терапия. Картины призваны очистить вокруг человека пространство, меняют энергетику и помогают человеку в жизни. Их целебную силу опробовала на себе и моя коллега Динар Мусаева. В Шымкентской галерее на стенах развешаны необычные полотна. Техника, да и изображение не похоже ни на один художественный стиль. Их автор шымкентский художник Бахтебек Толкомбаев утверждает, что его картины могут исцелить человека. Художник создал уникальную методику психореабилитации, которую применяют уже почти на протяжении 20 лет. Сейчас моей методикой пользуются многие художники из других стран. Заниматься по этой методике может каждый самостоятельно. Листь бумаги, матрица и гелевые ручки. Рисуйте каждый день и с каждым разом вы будете прорабатывать свои негативные заряды. То ненужное, что приняли от других людей. Будет улучшаться психическое и физическое состояние. Бахтебек Толкомбаев родился 5 августа 1949 года в Ленгере. Художник на протяжении многих лет работал архитектором, дизайнером интерьеров, создавал различные декоративные произведения в технике резьбы по дереву. Участвовал во многих художественных выставках. И его работы находятся в частных коллекциях по всему миру. В Японии, США, Англии, Франции, Норвегии, Болгарии. Но, несомненно, самое большое достижение художника – это его методика – арт-терапия, которая дарит людям уверенность, здоровье, силы, гармонию и свободу. Метод Бахтебека Толкомбаева указывает на еще и неизученные возможности человеческой психики, в которой, по-видимому, изначально заложена способность к творческому созиданию. Техника, да, изображение не похоже ни на один художественный стиль. Все это кажется чем-то космическим. Философия в том, что, когда работают руки человека, через ладони открывается путь к галактике, открывается контакт с Всевышним. Вход на выставку свободный. Полюбоваться картинами можно до конца ноября. Всего в выставочном зале предоставлено 58 работ автора и 11 работ его учеников. На центральном стадионе имени Кожмухана в матче 31-го тура премьеры лиги Шенкенский ордобаса обыграл чемпиона страны футбольный клуб «Астана». В упорной борьбе на каждом участке поля команды играли на встречных курсах. В первом тайме инициативой завладели хозяева поля. Во втором «Астана» сравняла счет за, но затем главному клубу «Юга» удалось еще раз забить ворот «Астаны». Бронзовый призер чемпионата Казахстана заслуженно одержал победу со счетом 2-1. Напомним, теперь «Астана» на международной арене сыграет в матче Лиги Европы в Израиле. В Шенкенте закончился пятый республиканский чемпионат Казахстана по мини-футболу среди любителей. В Шенкент съехались 20 команд ветеранов и юношей из 14 регионов страны от 16 до 40 лет. За главный кубок чемпионата команды боролись 4 дня. В итоге среди ветеранов первое место между собой поделили команды «Аргмак» и «Кулагер». Среди юношей третье место достойно заняла команда «Мобилсервис» из «Актау». Второе – «Казлардинский Зенит». Первое – «Астанинский Самрок». Победители представят Казахстан на чемпионате Европы среди любителей. Баглан Байзахов, Нуржикат Папиев, Омцетках Парад. Я напоминаю, что все выпуски вы можете посмотреть на сайте шенкентв.кз. На этом мы с вами прощаемся. Главное помните – вместе мы сильнее. Прогноз погоды на вторник, 24 октября. В области осадков не ожидается. Днем стопик термометра поднимется до 13 градусов выше 0, ночью плюс 6. В Шенкенте также ясная погода. Днем плюс 20, ночью 10 градусов выше 0. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok